Девушки отдыхают Девушка, с которой я хотела счастья Мы ходим в мою гостиную, где уже расположилась, сами понимаете, кто. Это наша солистка Ая, которая решила немножко попиариться опять за мой счет. Я местный домовой. Кто за фигня? Ну ладно, ничего. Здесь есть одна дорогая мне вещь. Это замечательная картина с цветами. Цветы я вообще не перевариваю, когда люди рисуют цветы. И особенно я не люблю, когда подобные картины весят у меня дома. Но мой друг Сашка Сергеев сделал как-то... Ну, совершенно нетипично. Он как-то изобразил, во-первых, маки, во-вторых, он как-то попал в гамму всех вот этих цветов, которые здесь находятся. И в-третьих, единственная картина с цветами, которая меня не раздражает. Вот, еще... Дюймка, покажи, Спас. ...поеди внимание на очень интересного экземпляра. Это не муляж, это настоящий крысенок. Зовут его Владимир Вольфович. Вот, смотрите, как он меня любит. Любишь меня? Очень любит. Ну, сейчас, давай сначала мы покажем еще кое-что, потом мы займемся нашим делом. Я уже не показал вам, ребята, картину, которую также нарисовал для меня мой замечательный друг. Даже не нарисовал, а написал Сашка Сергеев, мой дружок. Кстати, Санек Сергеев, это наш кент, это первый человек, который встречал нас на Казанском вокзале, когда мы только приехали в 2001 году покорять Москву. Мы были незнакомы. Он знал о нас от друзей. Он встречал нас. И, кстати, первый человек, который нас прописал у себя дома. Это вообще офигенный чувак. Вот, и он написал вот такую вот картину. Доски, улитки. Ну, что-то такое, знаете, подобие семьи. Папа, мама и ребеночек. Ну, вроде как и в гамме, и душу греет. Вот. Хотелось бы еще на эту картину обратить внимание. Картина, опять же, от Сани Сергеева. Любит он меня, но друг. Он мне все тут помогал обустраивать этот замечательный уголок. Влюбленные пылесосы. Как Сашке это пришло в голову, до сих пор не пойму. Это значит, вот, ини-янь. Вот, они, ну, не знаю, дарят такой позитив, когда ты смотришь, особенно оттуда, с кроватки, что хочется жить, творить, вот, радоваться жизни. Созняемся честно, ходить в гости к группе «Город 312» – настоящее удовольствие. Попав на Димину кухню, мы сразу поняли, что зашли туда не зря. А, услышав о том, что он прекрасно готовит, и вовсе хотели отказаться идти дальше. Но любопытство оказалось сильнее. Поэтому мы отправились в гостиную, где с удовольствием посидели на мягком диване, и заодно заглянули в гардероб. Затем, по коридору, который по совместительству является и аллеей славы, мы прошли в спальню, где познакомились с хвостатым Владимиром Вольфовичем. Посмотрели на оригинальные картины, и дальше по приглашению самого хозяина проследовали в ванную комнату, которая оказалась такой же яркой и позитивной, как и группа «Город 312». К сожалению, на этом комнаты закончились, и мы практически со слезами на глазах были вынуждены собираться домой. Так, мы можем уже попрощаться с вами, ребята? Нам уже даже нужно с вами попрощаться, потому что вы нас сегодня и так уже оторвали от дел, а я же не просто так у Димы в гостях. Вот. Пожалуйста, в следующий раз, когда захотите приходить, или к Диме, или ко мне, или кому-нибудь из нашего коллектива, пожалуйста, звоните заранее, а то пришли без спроса, натоптали и ушли. Мы вам все равно будем рады приходить. Будьте здоровы. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok